Всем привет! Меня зовут Иван и сегодня в выпуске будет распаковка моего нового микрофона от HyperX, который называется Quadcast S. Если не ошибаюсь, это уже вторая версия подобного микрофона. Микрофоном пользуюсь уже пару недель и в целом более чем доволен. Хотя я знаю, что многие говорили, что за эти деньги это вроде бы как бы не лучший микро. Но меня честно, он в первую очередь удовлетворяет и утешает на стримах внешне, ну и по качеству звука я конечно же доволен. Сразу хочу сказать большое спасибо всем, кто закидывал донаты на этот микрофон. Большое спасибо вам за финансовую поддержку. Без вас этой бы покупки не состоялось. Спасибо, что помогаете улучшить качество моих стримов и в целом помогаете каналу. Также для тех, кто зашел именно ради этого микрофона, скажу сразу, что данное видео будет обычной распаковкой. Никакого обзора или какой-то конкретики в плане информации вы в этом видосе не получите. Ну что ж, давайте заглянем непосредственно внутрь. Вот так выглядит упаковочка данного микрофона. Скажу так, что купил, ну в плане цены, грубо говоря, когда собрался покупать, они стоили около 4000 гривен. По-моему 4200. Когда уже решился конкретно покупать, они вдруг подорожали, непонятно в связи с чем. И цена была там в районе 5. Вот, ну после покупки, в общем, он подешевел. То есть цена в среднем колеблется от 4 до 5000 гривен на данный микрофон. И не знаю, сколько они стоят прямо именно сейчас. Ну, в общем, здесь вот такой пластиковый бокс в самой коробке. Коробка весьма объемная, плюс здесь мы еще находим куча всякой макулатуры, в том числе и гарантийный талон и поздравительные открытки. Вот, легким движением руки мы снимаем верхнюю часть данной пластиковой коробочки. И вот здесь вот такой набор. Наш непосредственно кабель питания и, соответственно, кабель USB, которым мы подключаем микрофон к нашим устройствам. Ну, я, соответственно, подключаю его к ноутбуку. Плетеный кабель тканью. Приятный на ощупь. Ну и вот так вот выглядит непосредственно сам микрофон. Ну, то есть, как вы видите, он идет в такой металлической крепкой подставочке. Вот, антивибрационная такая вот, ну, что ли, штатив, грубо говоря, идет сразу. Но я вот этой стоковой подставочкой не пользуюсь, потому что в основном стримы я провожу по консольным играм. Соответственно, нахожусь на большой дистанции от стола и вот эта стоковая подставка, ну, как бы мне не подходит. То есть, использую старый штатив для микрофонов, который достался от предыдущего китайского микрофона. Вот так выглядит сам микро. Кнопочка включения. Непосредственно разъемы, куда вы подключаете ваше питание. И разъем миниджек 3.5 разъем, не знаю, для подключения, в общем, гарнитуры, наушников. Также здесь, вы видите, сзади регулятор диаграммы направленности. То есть, в принципе, я использую третью для стримов. А также здесь есть, когда вы, например, берете у кого-то интервью, два человека разговаривают и рассаживаются с разных сторон микрофона. Плюс всесторонняя диаграмма и плюс еще одна, я так понимаю, которая оптимально подходит для записи музыки. Также здесь внизу под надписью HyperX у нас есть регулировка усиления. Я почему-то ее постоянно, не замечая, перекручиваю, возможно, во время того, как пытаюсь поправить микрофон на штативе. И, соответственно, звук на стриме меняется. И мне об этом часто сообщают зрители. Как звучит данный микрофон, вы можете послушать, посмотрев мои стримы. Вот. Но, скажу так, по настройкам я особо не заморачивался. То есть, использую практически его стоковым. Но хочу в WBS-ку добавить несколько плагинов. Уже посмотрел гайды. И, по-моему, даже в видосе от HyperX советую использовать в WBS несколько плагинов. И звук там станет объемнее и еще лучше. Ну, у меня просто руки никак не доходят до этого сделать. Что касаемо подсветки, тоже я ее не трогал. Она у меня меняется всеми цветами, которые доступны здесь. Но подсветочка здесь настраивается. Но я еще не определился, какая мне нравится больше всего и какую я хотел бы включить. Поэтому, я думаю, ближайшие стримы я точно проведу, не меняя настройки подсветки. То есть, пусть переливается всеми цветами радуги. Народ, а у меня на этом все. Большое спасибо вам за просмотр. Не забудьте поддержать данное видео лайком. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока.